Девушки отдыхают По итогам госсовета, который состоялся 5 апреля в Москве, госсовет был посвящен развитию конкуренции, внутренней конкуренции, прежде всего в различных регионах. Я рекомендовала нашим слушателям еще в первом части ознакомиться со стенограммой госсовета. Это очень увлекательное на самом деле чтение, достаточно легко заходит эта стенограмма, тем более, что мы после того, как пообщаемся сегодня на эту тему с Игорем Владимировичем, завтра сделаем большой разворот на бизнес, поскольку все-таки тема развития конкуренции это такая бизнесовая очень. И у нас некоторые вещи, которые озвучил Владимир Владимирович Путин на этой конференции, они поразили. Прежде всего, меня, честно говоря, удивил стиль нашего президента. Он говорит вроде бы об экономике, о бизнесе, о бюрократии, об управлении, но говорит такими простыми словами, что, вот уверяю вас, слушатели, каждый из вас, кто прочитает эту стенограмму, поймет абсолютно все, о чем говорил президент. Мы хотим сейчас разобраться в основных постулатах, которые были озвучены, и в тех темах, которые вызвали обсуждение, обсуждали их руководители регионов. И, собственно, задачи, естественно, наш президент ставил руководителям регионов. Ну вот я буквально буду цитировать, что говорил президент. Прошу Игоря Владимировича ответить, как это все обсуждалось. Смотрите, как интересно. Развитие конкуренции президент обозначил как одно из ключевых направлений развития нашей страны. Он говорил о том, что на уровне правового регулирования в нашей стране все в порядке, но вот как реализуются эти программы и эти законы вызывают очень много вопросов. Он говорит о том, что местные власти особо отличаются прямым нарушением закона конкуренции. Это слова Путина. Мы считаем, что это ерунда какая-то, что ничего страшного, надо породить родному человечку, говоря своим фермершкам, гупам и мупам. Вот таким образом он говорит. Причина в привычном устоявшемся образе стиле бюрократического мышления в отсутствии стремления выстраивать выгодную и региону его жителям экономику, государственного и муниципального заказа. Он говорит еще раз о конкуренции, недобросовестной конкуренции, преференция к своим государственным гупам и мупам, а о неразвитии малого бизнеса, то есть то, что не отдают контракты частным компаниям по причине вот этого бюрократического мышления. Это прямо вот такое клеймо было поставлено на региональных властях, на муниципалитетах в частности. Меня такое резкое высказывание прям поразило. Как отреагировали люди, которые были на... Но, вы знаете, там не только об этом говорил президент, а президент говорил также о региональном так называемом протекционизме. И, собственно говоря, не породить родному человечку, ровно к этому и относилось. Когда некоторые регионы ставят заслон, скажем так, на обмен товарами, на здоровую конкуренцию между регионами, пытаясь выстроить некие протекционистские схемы. Вот об этом в том числе говорил президент. Я думаю, что абсолютно правильно были расставлены акценты на госсовете, потому что конкуренция это то, что движет любую экономику, так сказать, вперед. И чем больше развитие приобретает конкурентные, конкурентные черты экономики в разных сферах, тем быстрее мы можем наблюдать отдачу от вложенных денег, так сказать, в экономику, тем быстрее будет развиваться регион. Ну, вот на мой взгляд, рецепт здесь один. Это прозрачность процедур. Внедрение в том числе цифровых технологий и цифровизации экономики, о которой тоже говорил президент, кстати, в стенограмме это есть, если коллеги внимательно, так сказать, почитают. И вот я хотел бы здесь привести примеры того, как мы в Кировской области пытаемся, ну, наверное, слово «пытаемся» правильное, потому что все время должны быть какие-то попытки выстроить конкуренцию в различных сферах. Например, система, которая называется ГИСЛЕС, когда участки, которые могут быть предоставлены в аренду, либо куплены различного рода собственникам, выставляются на электронные аукционы. И когда любой желающий, независимо от формы собственности, ГУП, МУП, ООО, там открытое общество, большое, так сказать, мало, имеют равный доступ к этим участкам и могут участвовать в покупке лесных ресурсов без участия чиновников. Вот кому здесь породить, так сказать, да? И вот как только такого рода, так сказать, цифровые технологии придут на смену подмигивающему чиновнику, который предлагает там как-то решить вопрос, знаете, вот такой термин «решить вопрос», так сказать, да? Так очень многие вещи в сфере конкуренции уйдут в небытие, так сказать, да? И еще я бы попросил обратить внимание на то, о чем очень так ярко и выпул, как говорил президент, о том, что здесь не должно быть погони за огульной конкуренцией. Есть сферы деятельности, которые могут, обязаны и должны остаться, так сказать, в, я не скажу в неконкурентной сфере, но там, где это касается, скажем, жизнеобеспечения людей. Например, у нас в области что это? Ну, например, у нас в области, вот мы с вами наблюдаем такую картину, когда мы, скажем так, услуги здравоохранения в части оказания экстренной медицинской помощи консолидировали и выиграли от этого. У нас получилась более мобильная, объединенная с самой современной информационной системой, с самой современной средствами доставки, а именно санитарной авиации, служба скорой помощи. Когда сейчас из любой машины, из любого вертолета, из любого ФАПа мы, проводя, как это правильно сказать, мониторинг сердца, вот электрокардиограмма, она тут же попадает в единую информационную систему, которая является государственной и управляется государством. Вот это же нормальная история, так сказать, да? Это, например, услуги по гемодиализу, которые мы, сосредоточив в том числе в руках государственной службы оказания медицинской помощи, смогли распространить по районам. И очень во многих местах теперь людям не нужно проезжать 300-400 километров 2-3 раза в неделю в не самом здоровом состоянии, а получить эту помощь на месте. Вот мы смогли этим распорядиться так, потому что мы не гонимся за получением, так сказать, 7-минутной прибыли. Об этом президент в том числе говорил. Об этом говорил Игорь Артемьев, вот почитайте строграмму, о том, что красить заборы, безусловно, это одна задача, обеспечивать безопасность, это другая. И вот я здесь хотел бы вернуться на некоторое время назад, вот, к сожалению, кемеровской трагедии, когда вот что мы с вами увидели, так сказать, да, о том, что в попытках уйти от контроля надзорных органов огромные торговые центры с десятками тысяч квадратных метров, с тысячами работающих в них людей зарегистрированы как малые и микропредприятия. И вот здесь мы должны понимать, что здесь, ну, речь-то, наверное, не идет ни о конкуренции, а о попытке уйти из-под контроля, в том числе не экономического, а, что самое страшное, из-под контроля, где жизнь людей зависит от пожарной безопасности, от организации работы этих предприятий. Поэтому вот это очень такая сложная и непростая история, и на Госсовете шел действительно серьезный разговор о том, как, с одной стороны, обеспечить конкуренцию, с другой стороны, обеспечить безопасность работы для этих предприятий, для потребителей, и определить те сферы, где конкуренция жизненно необходима, и где опережающими темпами должны трансформироваться, вот, я уж вашими словами гупы-мупы, так сказать, да. И здесь, что очень важно, так сказать, опять же, не директивным методом делайте все, как одинаково, так сказать, да, а задача поставлена такая. Каждый регион выбирает для себя модель, по которой он будет выстраивать конкуренцию. И он выбирает для себя те сферы деятельности, в которых опережающими темпами, где будет идти то самое, ну, вот, наращивание конкуренции. Например, мы будем тоже строить свою дорожную карту, безусловно, поскольку у нас, ну, вот, нет у нас так сложилось морских, так сказать, портов или, там, морских перевозок, наверное, для нас это не очень актуально. А то, что для нас актуально, безусловно, возьмем на вооружение и поставим для себя первоочередные, так сказать, задачи. Если возвращаться к конкурентному полю и развитию малого и среднего бизнеса, президент в своем послании особо отметил, что мы должны увеличить кратно количество предприятий малого и среднего бизнеса, он отметил следующее. Государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируя эти рынки. Как следствие, идет процесс кратализации конкурентных сфер экономики, подрывается предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела. Здесь прямой посыл в сторону руководителей регионов и муниципалитетов найти и освободить те ниши, которые могли бы занимать частные предприятия. Видим ли мы сейчас, вот мы сейчас привели пример о том, где не стоит слишком ударяться в то, что отдавать в частные руки поле. Вы знаете, я бы сказал, что... А где ниши, где можно? Вы знаете, я думаю, что вот среди таких ниш, безусловно, наверное, оказание транспортных услуг предложенной организации, где должна развиваться здоровая конкуренция, обновляться парк автомобилей. Вот у нас сейчас только что прошла встреча с Сбербанком, нам представили нового руководителя в Кировской области, ПАО Сбербанк, и мы обсудили целый ряд проектов, которые мы будем совместно со Сбербанком реализовать. Один из них это в сфере развития транспорта, когда Сбербанк готов подставить кредитное плечо лизинга и плечо руководителя области, либо муниципалитету, а мы, в свою очередь, это можем распространить уже вниз на предприятия частной и малого бизнеса, предоставив им современную технику. Транспортные услуги какие мы имеем в виду? Населению, общественный транспорт и грузоперевозки. И грузоперевозки, и общественный транспорт. Это одна из сфер, где должна развиваться конкуренция, на мой взгляд. Я как раз хотел заметить, что Сбербанк это все-таки немалый и средний бизнес. Мы сейчас говорим о том, что Сбербанк имеет очень большие возможности по финансированию, в том числе и малого и среднего бизнеса. Сейчас основные усилия Сбербанка направлены на, мы это сегодня обсуждали, на дифференциализацию кредитного портфеля, поскольку проблема у одного крупного заемщика создает сразу же проблема у большого банка. А когда это, скажем так, распределено, это позволяет Сбербанку чувствовать себя более устойчиво. Здесь есть программа, в том числе и по замещению микрокредитных организаций, которые на сегодняшний день, в силу разных причин, продолжают загонять людей в кабалу. И вот мне кажется, что повышение конкурентности способности малого, среднего, ну малого, наверное, прежде всего, или микро-бизнеса, как раз лежит в этой сфере. Когда власти региона совместно с крупными кредитными организациями найдут способ заместить вот это кабальное кредитование под очень удобное, под привычный для среднего и крупного бизнеса процент. И это поставит малый бизнес, в том числе, в равные условия. Здесь, наверное, вы знаете, большое внимание должно уделяться в том числе и образовательным программам. Мы сейчас вместе со Сбербанком запускаем такой бесплатный проект, бесплатный, подчеркиваю, для представителей малого бизнеса по обучению руководителей, персонала, так сказать, в том числе по обучению того, как нужно работать с кредитами, как можно привлекать средства. Не секрет, что у нас очень многие люди просто, ну, в силу того, что они не понимают механизмов, которые сейчас уже в наличии на сегодняшний день. И, кстати, хочу сказать и всех призвать, вот у нас мы передовиками являемся в стране в целом, у нас с Сбербанком реализован такой проект МФЦ и Сбербанк, где непосредственно в офисе Сбербанка любой малый предприниматель может получить консультацию от начала и до конца в одном окне, никуда не выходя. В прошлом году был проект реализован, да? Совершенно верно. И вот прецедентов этому проекту по всей территории страны до настоящего времени нет. Предлагаю всем активно этим воспользоваться. Я думаю, что одна из задач нового, уполномоченного по правам предпринимателей, который был назначен законодательным собранием на прошлой неделе, одна из основных задач будет в том числе по участию вот в этих проектах, по привлечению как можно большего количества людей к бесплатному обучению, как можно большего предоставления возможностей, которые уже на сегодняшний день есть. Вячеслав Попов завтра будет у нас в эфире. Мы продолжим обсуждение этой темы. Вот я попросил бы вас позадавать ему эти вопросы, чтобы он... Владислав Попов. Владислав Попов, прошу прощения, я еще не привыка к нашему новому бизнес-эмбэксману. Ну а можно вот некоторые цифры? Вот смотрите, у нас на территории области, у меня так справочно готовился же, 35 тысяч юридических лиц, из которых 29 тысяч или 83% относятся к частной форме собственности. И всего лишь 11% это государственные и муниципальные. То есть у нас на самом деле не самая плохая, так сказать, тенденция. А вот какой... Владислав Попов, вопрос в том, они реально ли действующие. Насколько они эффективны. Это вот вопрос, да. Совершенно верно. Мы знаем, что анализ муниципальных унитарных предприятий сейчас по распоряжению главы города Ильи Шульгина проводится. И в частности, довольно резкие были высказывания руководителя города о деятельности этих предприятий. Вскрываются даже очень неприличные и трагические вещи. Мы помним историю с детскими садиками в Битании. Здесь, кстати говоря, возможно, мы обсуждали это на общественной палате, как раз история с дошкольным образованием, как один из предметов, которым может быть государственно-частное партнерство, наверное, мог бы получить свое развитие. Как вы относитесь к частным или государственно-частным садикам? Вы знаете, я к ним очень хорошо отношусь, никогда этого не скрывал. И один из законов, который нам удалось провести через законодательное собрание, и принят он был подавляющим большинством, это по выплате определенной суммы денег на рождение второго и последующих детей, которые могут быть направлены, кроме материнского федерального капитала, которые могут быть направлены в том числе на оплату пребывания детей в частных дошкольных учреждениях. Я думаю, что это будет вот таким стимулом. И более того, то есть по итогам Государственного совета регионы будут принимать дорожные карты, в которых будут такие вот абсолютные показатели развития в каждой из этих сфер. И там предусмотрено, что, ну просто обязаны появляться в том числе детские дошкольные учреждения, частные. По-моему, это здорово, это хорошо, так сказать. Но вот наша задача, опять же, не директивно сказать там, детский частный сад, стройся раз-два, так сказать. Вряд ли это произойдет. Мы должны найти экономические стимулы. Один из них вот такой. Это дополнительные выплаты семьям, которые могут их направить на финансирование пребывания ребенка в частном детском садике. Возвращаясь к транспорту, я думаю, что очень многих горожан волнует этот вопрос. Мы хотим обозначить несколько примеров. Все-таки общественный транспорт, вот на примере города Кирова. Как вы считаете, он должен быть в частных руках? Вот здесь вот поле для частного бизнеса или все-таки муниципальный? Вы знаете, это сложный вопрос. Я не думаю, что я вот сейчас должен дать какой-то ответ конкретный рецепт, так сказать. Потому что и та, и другая форма предполагает в основе своей, все-таки, наверное, эффективное управление. Другой вопрос, что здоровая конкуренция, она, наверное, возможно между МУПом и частным предприятием. Между частными предприятиями, между МУПами, так сказать. Самое главное – обеспечить конкуренцию. Самое главное – это дать равный доступ к розыгрышу маршрутов. Самое главное – дать равный доступ к кредитным ресурсам, на которые могут приобретаться обновленная техника. И вот здесь уже, так сказать, при прочих равных, кто лучше сумеет, так сказать, управить... Граждане деньгами ведь проголосуют за ту или иную, так сказать, организацию, да? Мне кажется, вот здесь лежит путь такой. Мы должны абсолютно прозрачные условия получения маршрутов для организаций, которые будут разыгрываться. Ну, вы знаете, как устроен этот бизнес, да? Второе, так сказать, возможность доступа к кредитным ресурсам. И третье, самое главное, что... Ну, не самое главное, а мы должны, вот, обеспечив все эти равные условия, еще и обучить людей. То есть вот тому, как вести бизнес, как правильно платить налоги, так сказать. Как не... Ну, наверное, слово такое скажу, не подставиться, да, там, в каких-то ситуациях. Еще раз, равный, равный, равный условия – залог успешной конкуренции. А что делать вот все-таки с личностным-то фактором, вот с теми родными человечками, о которых сказал Владимир Владимирович? Вот как вот эти-то связи? Разорвать бюрократические, коррупционные связи, да. Ну, знаете, здесь хороший знакомый работает, да, и почему бы... Потому что это все равно... Я вот, честно говоря, не знаю другого способа, и думаю, что, если вы знаете, вы сейчас его со мной поделитесь, это, ну, вот та самая цифровизация, так сказать, и абсолютная открытость. Открытость данных. Да, вы знаете, как вот мы так недавно вот с вами были на встрече с московскими архитекторами, и одна из мыслей, которая прозвучала, то есть, скажем, вот как искоренить в этой сфере, так сказать, коррупцию. Должен быть ясный, понятный городостроительный план, рассчитанный на много лет, в котором четко определены участки, где должны быть размещены те или иные там социально-культурные объекты, жилье, какой этажности, так сказать. А дальше уже инвесторы приходят на открытые конкурсы, и все имеют одинаковые, так сказать, права. По-другому никак. Только-только включая свет. Знаете, как вот в известной поговорке, да, что там то, что потерял, нужно искать там, где потерял, а не под фонарем, да. То есть вот нам надо посвятить на все эти вещи таким вот ярким, понятным, прозрачным светом. К московским архитекторам мы обязательно еще вернемся, потому что их приезд вызвал активную, очень бурную дискуссию в интернете и в эфирах, и на разного рода встречах. Обязательно тем, кто заинтересован, сейчас говорю, что мы вернемся в этом эфире. Но все-таки сейчас будем говорить о конкуренции и развитии малого и среднего бизнеса до перерыва, как минимум. И вот здесь хотелось бы узнать, это вопрос, который волнует очень многих. Если о деньгах, о поддержке финансовой вы уже сказали, о том, что развиваются лизинговые программы, сейчас будут подписаны договоры со Сбербанком, активно будет развиваться обучение, которое присутствовало в нашем регионе. Но сейчас, видимо, будут особые программы, интенсивные, принятые. Конечно, мы об этом будем сообщать нашим слушателям. Вопрос все-таки еще в мотивации. То, что будет ресурсу доступно, это прекрасный совершенно мотив. Вопрос налоговой политики, которая касается малого и среднего бизнеса, проверок, о которых вы уже говорили, хорошо это или плохо, он все равно не снимается. Налоги, преференции какие-то малому и среднему бизнесу и проверки. Но, наверное, все-таки, смотрите, Светлана, вы так как-то сразу в комплекс замешали несколько историй, которые существуют самостоятельно. Это преференции для малого и среднего бизнеса, возможность равного, открытого, прозрачного участия в аукционах, в конкурсах, что мы стараемся в правительстве делать путем внедрения информационных систем в абсолютно разных сферах. И необходимость уплаты налогов. Вот сейчас налоговая служба, у нас тоже новый руководитель, я надеюсь, что он вместе с нами и вместе с бизнесом будет выстраивать вот такие партнерские отношения, если это применимо к налоговой службе. Когда мы все понимаем, что сейчас налоговая служба строит риск-ориентированную модель. Приведу очень простой пример. Есть средние отраслевые цифры, например, по заработной плате в деревообрабатывающей сфере. И если вдруг какое-то предприятие говорит о том, что 5000 рублей это очень достойная заработная плата, она в десятки раз расходится с отраслевой, наверное, это вопрос, в том числе налоговая имеет право задать, как это получается. И это порождает как раз, хочу сказать вам, абсолютно недобросовестную конкуренцию. Если люди платят белую зарплату, выплачивают налоги, помогают правительству области страны в целом выстраивать социальную инфраструктуру, в том числе механизмы поддержки низких ставок, субсидирования этих ставок. А рядом люди, которые занимаются тем же самым бизнесом, но при этом не платят налоги, выплачивают зарплату в конвертах, они создают добросовестную конкуренцию? Мы можем считать их бизнесом? Или это уже все-таки не бизнес, а некие серые, как минимум черные схемы? И вот здесь как раз во взаимодействии с предпринимательским сообществом, с налоговой службой, с правоохранительными органами, наша задача создать равные условия для людей, которые честно ведут бизнес. Я думаю, что вот это одно из основных условий конкурентной борьбы, потому что любые, так сказать, исключения, отклонения порождают недобросовестную конкуренцию по отношению к тем, кто ведет себя достойно. И перед самым перерывом еще... Я хотел бы спросить про еще одну структуру областную, про фонд поддержки предпринимательства. Вот мы сейчас про Сбербанк говорили очень много, но насколько мы помним, там самая доступная, по-моему, помощь финансовая предпринимателям оказывается как раз таки по линии фонда поддержки. Планируется ли его развитие дальнейшее? Абсолютно верно. То есть по мере снижения процентных ставок растет востребованность банковских кредитов, так сказать. Но это все-таки обременено определенными, ну, скажем так, залоговыми задачами, еще что-то. Здесь чуть проще, так сказать, процедура, есть цифры. Я думаю, что абсолютно правильно было бы пригласить на один из эфиров, скажем так, руководителей и задать отраслевым зампредам, так сказать, вопросы о том, как они взаимодействуют и какие есть возможности у предприятий по получению средств из фонда поддержки предпринимательства в Кировской области. Да. У нас есть еще минута до перерыла. Я бы хотела, чтобы вы свое мнение по поводу предложения господина Бричалова, прозвучавшего на этом госсовете, высказали. Бричалов предложил следующее. Он сказал, что необходимо определить минимальную долю участия частного бизнеса в различных отраслях, в той или иной отрасли экономики. Условно говоря, не ниже какого-то уровня в предприятиях, например, лесной отрасли должно быть частное участие или в предприятии медицинской отрасли должно быть частное участие. Как вы к этому относитесь? И, вы знаете, я отношусь к этому абсолютно нормально, если принять во внимание один из тезисов, который у нас с вами уже сегодня прозвучал. Если это не угрожает безопасности и граждан безопасности ведения бизнеса. То есть к этому нужно подходить очень ответственно. И, конечно, нужно ставить для себя такие вот приоритеты или KPI, как модно сейчас говорить. Скажем, вот очень хороший пример. Сколько нам нужно частных детских садов? Вот давайте подумаем. Прежде всего мониторинга ситуации мы не выяснили, конечно. Совершенно верно. Прежде всего мониторинга ситуации. Второе требование, которое мы к ним должны предъявить по безопасному пребыванию людей, по стоимости, которая должна быть незапредельной для наших с вами граждан. И после этого, определив вот эти ключевые показатели, я думаю, что мы вполне себе способны будем понять долю этих детских садов, которая для нас будет оптимальной. Да, позволит нам сэкономить средства, которые мы должны были бы вкладывать в развитие, ну, долгой, долгой, совершенно верно. В строительство новых, больших учреждений. Вполне возможно, что сейчас там определенная часть предпринимателей готова перепрофилировать свои помещения или предоставить их в аренду тем, кто будет заниматься частными детскими садами. Вот только такой путь, потому что все остальное, это, ну, такое слово, помните, как из фильма «В моем доме», прошу не выражаться, это волонтаризм, так сказать, да, и определить, сказать, что нам нужно 3, 5, 10, 15 процентов. Регионы разные, подход индивидуальный, возможности у всех разные. Но вот если мы будем демонстрировать такой подход, информационную открытость, открытость предложений, анализ, набор ключевых требований, которые мы предъявляем, мы как родители, мы как власть, мы как предприниматели предъявляем к этим, это на примере просто вот частных детских садов, тогда мы сможем поставить для себя ключевой показатель. Условно говоря, в течение 5 лет нарастить долю такого качества детских учреждений в частных руках до определенного процента. А, кстати, ваш коллега... Перерыв, Володя. Хорошо, давайте перерыв. Сейчас у нас перерыв на короткую рекламу, напоминаю, что у нас в студии Игорь Васильев, губернатор Кировской области. Губернатор Кировской области Игорь Васильев в нашей студии, активно общаемся и в перерыве, но идем дальше. Да, мы еще несколько слов о тех предложениях, которые прозвучали на госсовете 5 апреля. Я снова ссылаюсь на вашего коллегу, поскольку там было несколько докладов от губернаторов. И вот губернатор Удмуртии, господин Бричалов, опять же, следующее предложение озвучил. Он считает, что необходимо утвердить специальные перечни товаров, работы, услуг, закупка которых для государственных и муниципальных нужд должна осуществляться только у субъектов малого бизнеса и только по прямым договорам. Аналогично предусмотреть специальный перечень услуг, которые будут закупаться только у социально ориентированных некоммерческих организаций. Подобная инициатива, она не первый раз уже. Вы знаете, не первый раз выносится и не первый раз наталкивается. Я откровенно, наверное, и по-другому-то никак и нельзя. Это наталкивается на такую вещь, что, условно говоря, большое предприятие начинает дробиться на малое и выступать, так сказать, в качестве вот такого малого, так сказать, бизнеса, малого предпринимательства. Мне кажется, что, я повторюсь уж, извините, еще раз, так сказать, только открытость процедур, только там пролонгированность их во времени, когда люди могут планировать свою работу на несколько лет вперед, позволяет в том числе и малому бизнесу входить в эти программы, а не дробить большой бизнес и из этого делать такую картинку. У нас все уже успешно, у нас все покупается у малого бизнеса. Раньше он был большим, теперь стал малым, так сказать. Это не совсем тот путь, который приемлем. Но, тем не менее, так сказать, все-таки, наверное, определить те сферы деятельности, в которых, возможно, конкуренция со стороны малого бизнеса и оказание им преференции с тем, чтобы они заходили на эти рынки чуть-чуть более, так сказать, ну, там, вольготно, я не знаю, так сказать, это возможно. Но вот здесь нужно очень тонко подходить, учитывая специфику. Вот, смотрите, там еще я чуть-чуть, так сказать, в сторону, хотя это очень близко к этому, да, вот, скажем, крупные федеральные торговые сети, которые строят логистические центры в различных регионах, так сказать, да, вот мне кажется, что имеет место, должно иметь место в работе этих логистических центров участие, ну, например, наших кировских малых предприятий, которые должны поставлять свою продукцию в федеральные сети. Они обязаны по соглашению брать и распространять по всей территории, так сказать, страны. Это как раз и отсутствие регионального протекционизма, и продвижение качественных товаров, и действительно такая, ну, раз уж она федеральная торговая сеть, так сказать, да, поэтому движение должно быть двухстороннее. И вот здесь мы вместе с частным бизнесом, который представляет из себя федеральные сети, должны использовать логистические центры в том числе и для нашей потребительской кооперации, которая позволяет людям в небольших селах, в небольших деревнях, так сказать, которые, там, не знаю, собирают вот эти дикоросы, грибы, так сказать, ягоды, да, то есть вести достойный образ жизни, иметь возможность поставить свою продукцию должного качества. Наверное, хорошо упакованную, так сказать, со временем, но в федеральные сети сделать ее известной по всей стране, тем самым повысив свою капитализацию. Вот тут, понимаете, как, вот такая директива, сказать, давайте будем только ум... она не очень работает. С другой стороны, определить вот те сферы, о которых я сейчас говорю, вот это, наверное, было бы правильно. И тогда и федеральная сеть, наверное, должна объявлять, так сказать, о том, какого качества, когда, в каком объеме, так сказать, продукции, по каким ценам она готова покупать. Вот такой только путь развития конкуренции. Там слабые места, подводные капли, камни или отрасли, в которых хотят частный бизнес, хочет частный бизнес заявиться публично. Но сейчас, как мы и обещали, мы хотим перейти к инфраструктуре, тем более, что президент еще в начале марта говорил о том, что необходимо увеличить финансирование здравоохранения и развитие инфраструктуры в два раза. Здравоохранение. Мы об этом уже говорили неоднократно в Кировской области и продолжим отдельные программы делать. А вот развитие инфраструктуры – это тот вопрос, который, конечно, нас волнует. Сейчас даже не столько о дорогах хочется поговорить, потому что вот вчера у нас была такая программа, сколько, о том, как будут развиваться инфраструктурные, такие инфраструктурные объекты, как общественные пространства, например, в городе Кирове. И еще один всплеск обсуждения этого вопроса вызвал приезд архитекторов, московских архитекторов, который состоялся буквально недавно. И была встреча с общественными деятелями московских архитекторов. И мы делали тоже эфир. По итогам этой встречи приезжали представители двух крупнейших архитектурных агентств, которые развивали и Москву, и Петербург, и Казань. И, честно говоря, до сих пор остается нераскрытым вопрос, все-таки, как будет продолжать осуществляться взаимодействие вот с этими внешними экспертами? Есть ли у них какой-то заказ? Что это вообще было? Какие планы? Хороший вопрос, что это вообще было, так сказать. Это вот как раз… Не кажется вам, что это, например, то самое развитие конкуренции? Когда приехали люди по моему приглашению, так сказать, и посмотрели на Киров свежим взглядом. Причем люди действительно с богатым опытом, которые, ну, такие достаточно серьезные объекты, так сказать, это парк культуры и отдыха имени Горького в Москве, так сказать, там музеон, Крымская набережная, целый ряд объектов в Татарстане, аэропорт Платов, который они построили, так сказать, да, посмотрели на Киров, составили собственное мнение. Я думаю, что это не последний приезд как этой команды, так и других. Мне кажется, нужно приглашать сюда людей, которые будут обсуждать эту тему вместе с нами, так сказать, да, о развитии города. Тем более в преддверии 650-летия, когда мы должны очень достойно, так сказать, его провести, получить максимум от этой даты и двигаться дальше вперед. Я думаю, что задача такая, чтобы лучшие архитекторы России читали лекции в нашем Вятском государственном университете на градостроительном факультете. Об этом мы уже договорились. Мы сейчас договариваемся о возможности проведения в Кирове вот такая, я человек такой не очень суеверный, но тем не менее. Ну давайте скрестим пальцы. Скрестим пальцы, постучу по дереву. Например, проводить в Кирове ежегодный фестиваль фейерверков, как часть московского фестиваля, на котором собирается по 700 тысяч человек, так сказать. Это же очень редкая история для региональных. Даже не знаю, есть ли такие прецеденты в стране. Я думаю, что мы должны ставить перед собой вот такие сверхзадачи. Тогда у нас будет получаться. Вот к нам 25 апреля приезжает Гергиев со своим оркестром. Это вообще великолепное, так сказать, сверхзадачное событие. В рамках пасхальной недели он никогда ни разу в Киров не приезжал, проявил интерес, приехал, так сказать. А можно поподробнее про фестиваль фейерверков? Потому что, господин Гергиев, мы ждем и каждый день о нем говорим вот здесь, в этом эфире. Это пока только идея, которая... Чье это предложение, чья это идея? Знаете, это вот идея как раз тех самых архитекторов из бюро Вау-Хаус, которые были у нас. Они, по поездив по Кирову, увидели совершенно замечательную площадку, нижняя верхняя набережная напротив Слобододымка с широким песчаным пляжем. И поняли, что почти идеальное место для того, чтобы там часть московского фестиваля в августе провести здесь, когда уже ночи потемнее, название хорошее, бегущее по волнам как бы, да. Я думаю, что пока говорить о том, что это точно состоится, или вот как это будет по сценарию рано. Но вот это первая материализация, так сказать, приезда архитекторов. Это начало лекции в градостроительном факультете. Это такая вот идея, скажем так, фестиваля фейерверков. Мы достаточно подробно для первого раза обсуждали, что может быть сделано с парковыми пространствами, с ленточными парками, с велосипедными, так сказать, дорожками, с центральным рынком. Я надеюсь, что такие встречи станут у нас регулярными. Мне бы хотелось приглашать на них молодых людей как можно больше, так сказать, и делать их открытыми, чтобы собиралось большое количество людей, которые высказывали свою точку зрения. А что бы нам хотелось-то сделать в Кирове, так сказать, да? И вот здесь люди с огромным опытом реализации таких вопросов в различных городах страны, в том числе за различные бюджеты. Мы уже с вами понимаем, что бюджет Ростова, он один бюджет Москвы, он другой, бюджет Кирова, он третий, так сказать. Но если это на очень качественном уровне, поддержано горожанами, так сказать, наше студенческое сообщество подключается, наверное, мы и спонсоров, и меценатов гораздо легче сможем с вами найти, да, вот к вопросу. Ну, а здесь люди приехали бесплатно, потому что, ну, во-первых, им интересно, это новый объект, так сказать, да? И первое впечатление, вот, ну, мы же вместе с вами были, они сказали, что Киров город симпатичный и фантастический с точки зрения своих возможностей. Это река, это разные высоты, система оврагов. Может быть, не очень пока развитая с точки зрения современных требований, но все-таки есть система парков, которую нужно развивать. И вот мне кажется, что приезд таких людей нужно делать регулярным, привлекать как можно больше, так сказать, людей. И те идеи, которые будут рождаться, ложиться на нашу почву, и нами вместе, так сказать, будут акцептованы, вот их и будем развивать. Одна из специалистов, Елена Гонсалес, сказала о том, что ей бы было интересно поработать с центральным рынком. Вот интересно, что она имела в виде. Не только ведь она посетила центральный рынок. Да, да, да. У нас накануне до их приезда приезжал коллега, который в Москве практически все рынки запроектировал, там, от Усачевского до Даниловского. И вы знаете, сейчас во многих крупных городах рынки становятся таким центром притяжения молодежи, в том числе с фудкортами, с новой архитектурой, с разными совершенно возможностями. С новой формат уже. Абсолютно новый формат, и вот здесь мы видим, что востребованность и у архитекторов поработать с нами есть, так сказать, достаточно. И в городе-то, наверное, этот вопрос давно уже назрел, да, по приданию нового облика рынку. Я не знаю, наверное, все вы бывали, так сказать, да, там, в Москве на обновленных, так сказать, рынках, да? Нет, к сожалению. Я только в Барселоне была, и в Мадриде, на рынках. Чуть-чуть посовременнее в Москве, чем в Барселоне. Это общественное пространство, совершенно верно, где в том числе имеют место и художественные выставки. Почему нет? Это действительно здорово. Давайте вот в этом направлении поработаем. Кстати, центральный рынок — это МУП, с чего мы начинали. Вот, и таким образом мы закольцовали нашу тело. Мало того, что вернулись к МУПам, мы вернулись к конкуренции к тому же. Потому что здесь работа не только для приезжих архитекторов, но и для наших. Судан, а мне хотелось бы вам задать вопрос, поскольку вы на встрече присутствовали, и имели возможность задать вопрос. Вот вообще такой формат, скажем так, приезда людей, которые имеют большой серьезный опыт в разных городах, мне кажется, правильным. Это прекрасный совершенно формат, и это можно абсолютно оценивать по той реакции, которую вызвал этот приезд, и по тому посылу, который вы дали, что это будет серия встреч широких, с большим общественным обсуждением, и в профессиональной сфере, и просто среди активистов, и просто жителей. И надо напомнить, наверное, нашим слушателям, если уж мы об этом заговорили, то такое общественное обсуждение большое и со специалистами, и с бизнесменами, и с чиновниками пройдет уже в эту пятницу, когда к нам приедет очередной эксперт в сфере урбанистики в Ауахасе, и там мы тоже будем встречаться. Я надеюсь, если доведется, да. Спасибо большое, тему конкуренции продолжим завтра. Еще раз напоминаем в развороте на бизнес. С нами был Игорь Васильев, губернатор Кировской области. Владимир Сметанин и Светлана Занько. Мы прощаемся с вами. До свидания.